Большая банковская перемена. В Казахстане полным ходом идет реформа финансовой системы. Заявленные в прошлом году процессы слияния нескольких финансовых организаций в одну на стадии завершения. Банков становится меньше, но теперь они крупнее. Наряду с этим на рынок выходят и новые игроки. Каких изменений стоит ждать вкладчикам? Поможет ли консолидация банковского сектора спасти экономику страны? Какая судьба ждет клиентов поглощенных банков? Спросим об этом у Жанны Рахимжановой. Спасибо, Аскар. 2015 станет поворотным для банковского сектора. Начавшийся процесс слияния финансовых организаций приведет к разделению рынка на две группы. Банки-чемпионы, их по прогнозам будет 3, и 15-20 банков среднего размера. Сейчас на рынке работают 38 финансовых институтов, а это значит, что главные перемены еще впереди. Добрый вечер, вы смотрите Народный капитал. В банковском секторе теперь работают три крупных альянса. Каскомерцбанк БТА, Форте-банк Альянс и Тимирбанк, объединенные в группу Форте, а также Народный банк, который выкупил в прошлом году казахстанскую дочку HSBC. У руководства финансовой организации изначально не было идеи по слиянию этих двух структур. В итоге поглощение завершилось выходом на рынок Алтынбанка, пока новый игрок представлен филиалами в Алматы, Астане, Атырау и Актал. Когда Халутбанк покупал Алтынбанк, мы покупали банк с устоявшимися бизнес-процессами, с очень хорошим персоналом, с очень интересной клиентской базой, которую Халутбанк всегда хотелось иметь, но в силу определенных причин мы в этом сегменте не присутствовали. Поэтому наша задача на ближайшее время, как минимум на 15-й год, сохранить наших клиентов, углубить с ними взаимоотношения, искать какие-то ниши, которые сегодня есть у средних банков. То есть мы можем быть более мобильными, можем быть более инновационными. Вот, наверное, задачи на ближайшее время такие. Эффекты от слияния банков, по словам экспертов, стоит ожидать не раньше, чем через полгода. Первый мета почувствуют на себе потребители. Банки начнут ожесточенную борьбу за клиентов, соответственно, тарифы на их услуги могут упасть, а качество улучшится. Банкам расти есть куда, но, скорее всего, они будут расти вместе с экономикой. Поэтому вот эта консолидация – это неизбежный ответ банковского сектора. Вообще всего финансового сектора Казахстана на то, что количество клиентов, количество юридических лиц, которые можно продавать в банковские услуги, оно уже сильно не растет. Однозначного ответа на вопрос, сколько Казахстану нужно банков с учетом размеров экономики, на сегодняшний день нет. Среди экономистов существуют две точки зрения. Первая предполагает наличие трех банков-чемпионов и 15 средних. Вторая дает право на существование всем финансовым организациям, несмотря на размер капитала, так как у каждого, даже самого мелкого банка, есть свои клиенты. Но эта норма противоречит концепции развития финансового сектора, принятого правительством и национальным банком. Документ вводит новые правила на рынке, главное из которых – повышение требований к минимальному размеру капитала банка – до 100 миллиардов тенге. Несоответствующие этому критерию финансовые институты ограничат в привлечении депозитов. Это и другие меры должны способствовать укреплению сектора, которому с трудом удалось восстановиться после кризиса 2008-го, не без помощи государства, спасавшего накопление казахстанцев в том числе. Требования к игрокам финансового сектора ужесточились во всем мире. В результате на плаву остались только сильные – те, кто в случае повторного кризиса смогут помочь себе сами. Между тем, Казахстан вошел в рейтинг самых дорогих государств мира. Эксперты изучили уровень жизни в 119 странах. Учитывались такие параметры, как цены на продукты питания, рестораны и стоимость аренды жилья. Так, дороже всего обеды обходятся гражданам Норвегии. Следом, по среднему размеру счета в ресторане идут Швейцария и Дания. Казахстан на 37-м месте. Замыкает рейтинг Индия. Каждый поход в магазин за продуктами питания также дорого обходится швейцарцам, затем венесуэльцам и жителям Кувейта. Казахстан, к нашей радости, в этом рейтинге только 84-й. Дешевле всего продовольствия в Индии и Непале. По стоимости аренды жилья Сингапур, Гонконг и Катар в лидерах. Наше государство по этому показателю вошло в пятидесятку самых дорогих. Из ближайших соседей дешевая аренда жилья в Узбекистане, Украине и Армении. А самые доступные по цене апартаменты можно снять в Пакистане и Непале. На этом у меня все. Оскар. Спасибо, Жанна.